Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители моего канала. С вами Олег Яврович и снова на кухне. К сожалению, не на рыбалке, но на кухне. Сегодня буду готовить себе очередную приманку для белой рыбы. И вот решил с вами, как всегда, поделиться одним из старинных рецептов, которые очень часто использовали наши предки для ловли белой рыбы. Ну что же, в процессе своей работы я вам покажу, какие ингредиенты я буду сегодня использовать, как это все будет происходить. И хочу точно сказать, что приманка очень хорошо зарекомендовала себе еще в дедовские времена. Очень часто слышал о такой приманке, но, как всегда, у меня не хватало найти одного ингредиента. И вот, наконец-то, я нашел эту штуковину. В процессе моего видео вы увидите, что это за штуковина. И я вам покажу, как это все происходит. Ну что же, поехали готовиться на рыбалку. Итак, приманку я буду готовить на улице, потому что будет очень определенный резкий запах, который привлекает к себе рыбу. Мне нужно пустое ведро, небольшое, где-то порядка здесь литров 5, наверное. Литровая банка жмыха, или у нас, говорят, это макух. Вот такой макух, очень ароматный, он жареный макух. Самый главный ингредиент именно в этой заманухе – это рапс. Вот такое зерно рапса. Нужна старая сковородка. И нужен чайник с кипятком. Ну и, конечно же, ложка. Высыпаем сначала жмых в ведро. Заливаем этот жмых кипятком. Нужно налить сначала немножко воды, для того, чтобы вода впиталась в жмых, чтобы не переборщить. И немножко помешать. Аромат просто обалдеть. Итак, видно, что жмых впитывает в себя воду. Но нужно еще немножко воды, чтобы он не рассыпался. Буквально чуть-чуть. И снова перемешать. Пока жмых будет вбирать нашу воду, мы отправимся жарить наш рапс. Это обязательное условие для приманки. Поставили сковородку на газ или на электроплиту. Хорошо нагрели. И высыпаем наш рапс. Я надеюсь, вы заметили, что это стакан рапса. Больше не нужно. Но это все зависит от того, кому какая порция нужна. Я всегда делаю приманки совершенно немного. Для того, чтобы рыбу прикормить, а не накормить. И теперь наша задача хорошо выжарить вот эти семена рапса. Легкое потрескивание. Легкий дымок. Говорит о том, что осталось еще совершенно немножко. Ну вот и хорош. Выключаем газ и отправляемся готовить нашу приманку. Пока мы жарили наш рапс, наш молокух упитал всю воду. Он стал эластичным и мягким. При этом имеет замечательный запах. Теперь наша задача проста. Высыпать сюда жареный рапс. И теперь добавляем немного воды. И хорошо нужно перемешать жмых с рапсом. Хорошо перемешал два ингредиента. Мы сделали однородную массу. И даем еще вот этой приманке постоять где-то минут 10-15. Пусть вберет всю воду в себя и семена рапса, и сам жмых. Итак, уважаемые друзья, время прошло приблизительно минут 10-15. Все зависит от того, сколько вы налили воды. Давайте посмотрим, что же получилось у меня за приманка. В принципе, по большому счету, каждый из вас имеет право приготовить приманку той консистенции, которая ему нужна. Ну, как бы сам себе режиссер. Вот мне нужно, чтобы она была такая мягкая и держалась немножко комка. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот такие комки. Они мягенькие. Я знаю точно, что при ударе об воду они будут разбиваться. При этом будут делать муть и рассыпаться. И некоторые части вот такой приманки будут оставаться на дне водоема, что заставит рыбку приходить питаться. В то же время мы видим прекрасно, вот если ближе посмотреть, есть жмых и, соответственно, в жмыхе очень много семян рапса. Что такое семяно рапса? Это интересная очень приманка. Когда рыба слышит запах, она приходит к рапсу, она его начинает искать, начинает кушать, но в то же время она не может им накушаться, так как вот такие мелкие части, они все-таки всасываются рыбой и выбрасываются наружу через жабра. То есть, постоянно рыба ищет, ищет, вот и она находится на вашем рабочем месте в проголоде. Это самая главная задача. Заставить нашу рыбку крутиться на нашем рабочем месте, чтобы она искала нашу прикормку, а, соответственно, найдет и нашу наживку, которая находится на наших крючках. Кстати, вот такую приманку можно с удовольствием использовать для пружин, на донной снасти. Это как убийца карася, соска, пробка и тому подобное. Такая приманка, благодаря вот такому жмыху, будет очень хорошо держаться в кормушке и в то же время очень легко будет размываться и разбиваться рыбой. Так что пробуйте, экспериментируйте. Я надеюсь, вот такая приманка принесет вам удачу на вашей рыбалке. Итак, уважаемые друзья, зрители моего канала, сегодня я с вами поделился очередным старинным рецептом приготовления классной приманки для белой рыбы, которая будет использоваться для прикормки вашего рабочего места, где вы рыбачите поплавочными удочками, или это будет место под ваши донные снасти. Также вот такую приманку можно исключительно использовать или замечательно использовать для пружин, для ловли на донные снасти. Как я уже сказал, это будет там убийца карася, это будет соска, это будет там флет-кормушка, ну куда угодно такая приманка замечательно покажет результат при ловле белой рыбы. Если мое видео было вам интересно, ребят, поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. В ваших комментариях, как всегда, очень приятно слышать ваши приятные отзывы. Также вы задаете много вопросов, и если я знаю точный ответ на ваши вопросы, я всегда стараюсь дать вам ответ. Не забывайте вступать в группу, которая находится в Фейсбуке. Ссылочку на группу я оставлю в описании под видео. Вступайте, рад вас там видеть. Всем удачной рыбалки, хорошего настроения, мира, любви. С вами был Олег Еврович и его рыбалка. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok